Добрый день, меня зовут Михаил Гуревич, я архитектор, еще и пешеход. Все мы пешеходы. Моя любимая вводная фраза, потому что даже автомобилисты пешеходы. И я хочу рассказать немножко о том, как пешеходы ходят, и почему пешеходы в наших любимых открытых картах и вообще во всех маршрутизаторах и так далее, ходят не так, как они ходят на самом деле, и скорость их перемещения учитывается не так. Но для этого нам нужно разобраться, куда и зачем ходят пешеходы. И моя тема, с которой я очень часто выступаю, это как сделать так, чтобы пешеходы ходили максимально удобно и комфортно, и не заходили на газон. Поэтому, почему я с этого стартую, потому что именно из-за борьбы с хождением по газонам началась, в общем-то, некая история, которую я расскажу где-то в середине нашей лекции. Пешеходы ходят из пункта А в пункт Б, максимально по прямой и с минимальным количеством поворотов. И вот эта вот, так скажем, аксиома, она ложится в основу всех последующих выводов, теорем и так далее. Ничего такого сложного и такого непонятного не будет. Потому что когда ты начинаешь задумываться о том, ты понимаешь, ну да, так и есть. Немножечко таких вот фактов, чтобы понять, почему нас с программистом очень сильно... Я не программист, поэтому технические вопросы я не смогу некоторые ответить, да. Почему она нас зацепила? Потому что там очень много газонов вытаптывается, и стихийные тропы, на самом-то деле, они откуда возникают? Потому что это экономия времени, да. И вот буквально на днях опубликовали исследование, еще одно, да, что стихийные тропы, они сокращают 30% времени. И это именно то, что не учитывается в маршрутизаторах. То есть маршрутизаторы и навигаторы нам прокладывают путь по существующим дорогам. Не зная про оптимизацию и не зная о том, что если будет уже совсем никак, или пешеход когда-то очень спешит, он пойдет по прямой. Потому что, опять же, по последней статистике, средняя длина стихийной тропы, ну, 40 метров, это достаточно много. Но это средняя длина, значит, существуют еще длинные, есть короткие. Вот. Понятно, почему это плохо, потому что это грязно, и нарушается благоустройство, и тратятся деньги. И, в конце концов, ну, никому это не нравится, да, ни нам не нравится, как пользователям, ни, соответственно, тем, кто следит за состоянием участка, это тоже не нравится. Вот. Ну, чтобы решить проблему, нужно понять вообще, как правильно, вообще, что делать, да. И что же такое удобная пешеходная сеть, в которой пешеходы будут ходить, не ругаться на нее, и доходить до своих, до целей, до точки притяжения, ну, максимально там коротким и удобным маршрутом. Да, то есть мы сейчас очень часто там спрашивают, да, что, ну, а как же парт, в партах же мы гуляем, ну, хорошо, мы гуляем, 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 потом опаздываю в кино и побежал. Вот. Поэтому, чтобы разобраться, как нам смоделировать и как нам построить правильный маршрут, нужно понять логику пешехода немножечко, да, и что для него удобно, что для него неудобно. Вот. Вот. Вспоминаем, что на самом деле, вот, если было бы вообще все идеально, мы бы хотели вот строго вот. Вот моя цель, я туда побежал. Но не всегда это возможно, да. То есть представим себе, тут, по-моему, был стрелка. Стрелка, да. Представим себе, что вот у нас есть там точки притяжения, да, и, я не знаю, мы стоим в точке А и думаем, куда нам пойти. Ну, вот, если мы там захотели, пошли в точку D, в точку C и так далее. Но вот так называемый полный график, ну, я думаю, что там с понятием графа все, как бы, сталкиваются. То есть с точки зрения, как бы, какой-то максимального комфорта и максимального удобства и скорости перемещения, нужно связать все точки. Это, ну, как бы, достаточно очевидно. Вот. Но, как бы, зачастую это невозможно, а также сразу видно, что, ну, если, там, вернуться к той теме, с которой я начал, то есть по поводу газонов, если мы все точки, которые нам интересны, там, и магазины, и школы, и так далее, свяжем вот максимальным количеством дорожек, у нас от газона ничего не останется. Зеленых на святой день у нас ничего не останется. И данным она, как архитектором, станет там негде размещать, да? Вот. Соответственно, что сейчас происходит? Сейчас происходит то, что сначала мы создаем некую среду, а потом, ну, вот, допустим, там, не знаю, нам нужно сходить, там, из точки А в точку С. Ну, теоретически, да, вот, как бы, было бы идеально, чтобы мы, там, сходили, вот, как бы, по прямой, вот, но через точку Б мы можем пройти? Можем пройти, ну, и нормально, и слава богу. Вот. Но из точки С, например, в точку Д, а ходить через точку Б, ну, очевидно, что неудобно, да? И вот это вот минимальное, так называемое, основное дерево, которое просто каким-либо образом связывает все точки, оно для человека тоже не очень удобно и не очень подходит. Вот. И отсюда нам происходит следующее такое некое понятие. Это некий такой вот удобный граф. Это когда все точки с одной стороны взаимосвязаны минимальными, все-таки, минимальным количеством дороже по сравнению с полным графом. Но, тем не менее, они не нарушают какую-то, ну, вот, подсознательную логику пешехода. А следующее, что нужно вот рассказать, да, это, что, вот, посмотрев на эту картинку, понятно, что вот, как бы, вот, если из точки А в точку С через точку Б, ну, более-менее можно пройти? Ну, как-то, ну, ничего вроде, почти по прямой, да? А в точку Д, ну, так-то совсем плохо. Возникает, значит, такое понятие контрольного угла. Это тот, как бы, угол между прямой, который соединяет нас и нашу цель, и углом, и прямой, по которой мы действительно идем. То есть нам нужно, например, мы ездим куда-то там вот в сторону туда, а дорожка идет вот в сторону, там, из точки А в точку К, а нам нужно, вот, на самом деле, в точку Б, где у нас там камера, например, расположена. Вот, и, ну, мы вроде цивилизованные люди, мы не пойдем по газону, дорожка вроде более-менее в ту сторону идет, мы идем, 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 но контролируем, что нам на самом деле вот туда, и мы понимаем, что в какой-то момент нам нужно будет искать путь направо. Если мы ориентируемся в какой-то, там, вот, застройке, да, и, там, один раз поняли, где, там, я не знаю, там, у нас путь от метро до дома, даже в новый, там, переехали в новую квартиру, мы один раз ее прошли каким-то самым простым путем, чтобы не заблудиться, и все, эта точка у нас есть в подсознательном компасе. И мы, когда идем в следующий раз в метро, мы отмечаем азимут, на который идем, очень много исследований на эту тему, да, отмечаем азимут, на который идем, если мы уж повернули налево, то мы уж будем понимать, что нам надо будет, там, приблизительно настолько же направо. Это угол, так скажем, назовем его контрольный. Вот. И, опять же, исследования, причем это были исследования и в Советском Союзе, и в импортных странах, да, пришли к тому, что есть некий контрольный угол, и он, то есть критический контрольный угол, который вален плюс-минус 30 градусов. Что это значит? Что вот мы двигались-двигались, мы идем в точку Б, да, но дорожка у нас идет в точку А, К, а только потом в точку Б. Соответственно, мы шли-шли-шли и смотрели, да, вот точка Б у нас где-то справа, справа-справа-справа, а потом, ну что-то у нас дорожка вообще не в ту сторону идет. И вот в тот момент, когда вот этот вот, собственно говоря, критический угол, вот этот вот контрольный угол становится больше 30 градусов, человек понимает, что он движется не туда и начинает искать путь, ну, туда, куда ему нужно. И если у него там нет преград и нет каких-то там устойчивых моральных принципов, но есть газон, он пойдет по газону. Все, все, с этого началось. Вот, резюмируем, ничего сложного никакой мистики, что такое удобная и жизнеспособная дорожная тропиночная сеть, которая нам нужна и нужна в том числе и для расчета маршрутов, да. Жизнеспособная, значит, которая не претерпевает изменений. Мне, как проектировщику, это важно, чтобы ту сеть тротуаров и тропинок, которую я нарисовал на плане, когда ее вынесли в натуру, чтобы через 10 лет мне там пешеходы напоминали словом, что вот не просмотрел нужную дорожку, теперь приходится по грязи ходить. Вот, ну, итак, тем не менее, все точки притяжения пешехода, то есть подъезды, лавочки, автобусные остановки и так далее, магазины должны быть взаимосвязаны, ну, логичными и минимально возможными, чтобы все-таки не уменьшать количество рационально использованных по площади дорожками. По возможности, конечно, поскольку у нас более техническая лекция, когда архитектором, среди нас есть архитектор, целых два, отлично. Соединение по дуге, оно работает, я об этом чуть-чуть побольше расскажу потом. Если у нас происходит резкий, ну, вынужденный поворот под 90 градусов, если ширина дорожки не позволяет, ну, как бы сделать некий плавный поворот по дуге, нужно хотя бы срезать угол и сделать какое-то закругление, может под 45 или там какое-то, да. И в идеале, чтобы все-таки контрольный угол при перемещении не превышал 30 градусов. Если он превышает, то есть поворот, ну, где-то там на 90 градусов, то, значит, либо там должно стать зданием, да, либо как-то как бы нужно решить проблему, что вот это вот дискомфорт вот этого лишнего поворота. Вот. Немножечко про открытые данные. Поскольку у нас все-таки есть проектировщики, ну, статистически, наверное, на, не знаю, один реализованный проект ты делаешь, ну, я не знаю, в районе там 20-30 эскизных проектов, которые, ну, условно говоря, там в стол или там откладываются там надолго, в зависимости от. Вот. И очень часто, когда ты делаешь эскизный проект, почему немножко про проектирование, да, у тебя нет времени съездить на место, и ты должен оперировать, особенно, когда там речь идет о каком-то конкурсном проекте, например, там, недавно мы делали проект для Ежевска, естественно, там, за две недели, там, в плотном графике, у тебя нет возможности, ладно, Ежевск, Байкал, да. В Байкал слетать, ну, точно не получится, там, в районе Иркутска, там, под Иркутска, да, соответственно, нужно пользоваться теми данными, которые есть. Безусловно, по сравнению с тем, что было там 10 лет назад, когда там спутниковые карты, это была какая-то там, ладно, 10 лет назад они появились, 12 лет назад, ничего такого не было, и, соответственно, ну, как бы, пользоваться нечем. Сейчас появляется множество открытых данных, и спутниковые снимки, и вот платные карты, на самом деле, вот эти вот Яндексовские и Гуглубские, да, и, конечно же, OpenStrip. Безусловно, да, вот с Леоной это даже обсуждали, что по набору объектов, которые теоретически возможны быть отмечены на карте, с вариантом с OpenStrip никто не стоит, но по текущей ситуации очень много мест, которые просто не размечены энтузиастами. Поэтому мои рекомендации как проектировщика, это сверять данные, причем возникают достаточно забавные истории, даже там, не так далеко в центре Москвы, от центра Москвы на разных картах существует разная информация. Дома, например, совпадает, дороги совпадают, дальше все. Дальше разночтение. Не фейкуют. Эй. Эй. Эй-эй-эй. Я выключился, что ли? Это есть. Хорошо. Смотрим наш любимый OpenStripMath, который, безусловно, крут. Значит, что мы видим? Есть направление тротуара, есть некий пустырь. Обращаем внимание только на то, что нас сейчас интересует и потом тоже будет интересовать. Есть направление тротуара, есть некая, явно какая-то узкая тропа, есть некий пустырь между домами. Окей. И смотрим на Яндекс. Оказывается, тут есть забор. Да? При этом... И еще есть... Смотрите, да? А, нет, здесь как раз совпадает. Просто в другом месте там два... Нет, вот обратите внимание, что здесь все-таки тротуары связаны, да? То есть вот эта тропа... Есть забор. Может появиться, да? Прохода нету, скорее. Что-что? Прохода нету, да, да. Вот есть забор прямо до конца. Физически он до конца здесь просто арк. Ну, как бы не пролом в заборе, да, а именно цивилизованная арка, существующая там с 50-х годов. Я там скажу не с 50-х годов, но тем не менее хожу постоянно. Это почему нужно проверять, да, осветаться. Здесь уже, видите, забор обрезанный. Очень хорошо, замечательно. И тут же возникает сразу вот эта вот тропа, которая соединяется все-таки. Здесь забор прямо капитальный. И здесь он тоже вот есть капитальный. в OpenStrip Map. И здесь как раз дырки никакой нету. А что на спутнике? На спутнике мы вообще ничего этого не видим. Поэтому OpenStrip Map и спутник. То есть, в принципе, такая вот, такой, как это, комбо, да. Но это никакой не пустырь. Мы понимаем, что на самом деле это зеленая территория. Но всего остального не увидим. Вот здесь вот раз проезд, два проезда. А то он там как-то из-за зелени. Поэтому, конечно, когда появились уже размеченные карты, это, ну, великое благо для проектировщиков. Как те, кто делает эскизные проекты какие-то, так, чтобы вообще разобраться с территорией. Так и для нашей темы по поводу дорожек. Вот. И вот, на самом деле, после этого, как это на самом-то деле происходит. То есть, вот здесь вот дыра. Вот здесь вот совсем не узкая тропа, а вот такой вот широченный тротуар. Шире, чем тротуар, который идет вдоль, соответственно, вдоль улицы. И это важно как раз с той точки зрения, что если бы тут был узкий тротуар, то пешеходы, которые идут вот, соответственно, вот по двору, здесь бы, соответственно, поворачивали бы не вот по такой вот дуге, а пытались бы срезать вот по прямой. Здесь вот они плавно идут и обходят. Это мы потом к этому дойдем. Следующая часть, это изохромы, да. Все мы знаем, что такое изохромы. И они у нас считаются и OpenStreetMap, и куча других разных, на самом деле, историй. И всех применяют. И, собственно говоря, навигаторы таким образом нам читают маршруты. И так или иначе там прокладывают маршрут. И из этого мы можем строить какие-то там области, давать какие-то там исследования и так далее. Вот. Но что не учитывают? Ни одна карта не учитывает то, что если у нас будет критически какая-то неправильная дорога, то люди так ходить не будут. Соответственно, если у нас есть возможность вот здесь вот сделать какую-то срезку, да. Но это такой прям вопиющий случай. В Петербурге это в районе, где живет, соответственно, наш программист. Соответственно, с точки зрения всех навигаторов, чтобы дойти откуда-то отсюда досюда, здесь не вода. Понимаете, здесь обычная. Вот как бы отсюда, я не знаю, досюда, это, конечно, есть проблема. То есть нужно через воду не перепрыгнуть. Вот. Соответственно, 110 метров. Ну, это ни много ни мало. Это там, ну, сколько мы ее поднимаем? Один километр за шесть минут. Или сколько? За двенадцать. Да. То есть это получается за десять минут, да. И получается одна минута разницы. достаточно сильно. И, соответственно, в случае, если мы рассчитываем какую-то там, об этом я через один слайд расскажу, если мы рассчитываем какую-то пешеходную доступность, то разница в одну минуту нам дает очень большую ошибку, да. При этом есть случаи, когда, казалось бы, да, вот вариант прямой, он, как бы, есть, но, по сути, им никто не пользуется. Потому что мы, опять же, видим, что критический угол там не достигается, и дорожка, в конце концов, подходит, да, все-таки идет к той самой цели, к выходу из парка в данном случае, да. И разница не такая большая. И если просто сказать, что, ну, соединяем все точки притяжения по прямой, да, и считаем, ну, как бы, если нету какой-то преграды, то считаем по прямой. Это тоже неправильно. Поэтому в зависимости от ситуации и в зависимости от некой поведенческой модели, которую надо применять, да, при расчете, надо применять разные шаблоны, да, для расчета. Вот. И, например, как, что меняется в случае, если ты там берешь просто радиусы, да, несмотря на препятствия, или, там, берешь вот какие-то вот такие вот прямолинейные дороги, наплевав на возможность ходить по газону, вот здесь вот, соответственно, вот если мы возьмем, там, вот эту вот точку притяжения у нас, например, здесь, какой-то там магазин, да, это вот жилой застрой. Если мы, наверное, не нравится, когда долго нажимаем. Если мы просто, там, откладываем радиус, у нас, например, там, вот этот вот дом, да, ведь вот он затенем, он попадает вроде как в зону доступности, да, если мы, там, считаем по маршрутам, у нас вообще половина вот этих домов не попадает, да. Если же мы можем учитывать какую-то диагональную тропу, да, то, соответственно, вот этот дом не попадает, а этот уже попадает. Вот. И, соответственно, тем самым у нас меняется количество, там, жителей, если мы, там, считаем какую-то доступность для магазина, то есть, ну, или какое-то там исследование, не знаю, пешеходная доступность от станции метро в зависимости от того, что нам нужно исследовать, да. И, например, там, более такой яркий пример, да, когда, например, вот этот вот дом, с точки зрения, там, простого радиуса, там, да, вот он или, как бы, если вот идти вот по дорожкам, он не попадает в зону, а на самом-то деле вот этот подъезд попадает, потому что вот здесь вот пошли как-то там по диагонали, я уже не помню, как, ну, это существующая ситуация, да, и здесь они успели добежать, вот, а если, там, неправильный радиус поставить. Ну, вы понимаете, да, что, видите, вот, как бы, сразу абрис вот этот становится, там, неровным, при этом все равно, как бы, часть домов становится достижимой. С этой штукой мы только недавно начали работать, поэтому там не так много примеров на этот счет. Про изохроны, пожалуй, я все рассказал. Дальше у меня будет несколько примеров именно по поводу работы по оптимизации маршрута с точки зрения, вот, пешехода. А, еще скажу одно слово. Значит, если мы помимо того, что запускаем просто вот какую-то вот простейшую, простейшее вычисление, как дойти с точки А в точку Б просто используясь дорогами, мы получаем исхоженную картину. Если мы запускаем некую такую симуляцию с логикой человека, мы получаем более точную картину. И в каких-то случаях это достаточно серьезно влияет, то есть, там, одна минута, разница все-таки достаточно существенная. Вот, в среднем, ну, вот, пока мы протестировали не так много карт, в среднем, ну, разница где-то полминуты. Так вот, вот этот вот, краевых точек, они то попадают, то не попадают, на самом деле, из-за того, что там нужно обходить и так далее. Об этом на прошлой схематексте Дмитрий Левев рассказывал по ходу своей работы, то, что у него там. Он работал с большими данными и, наоборот, пришел к выводу, что надо брать, скажем так, если тебе нужно просто оценить, но нужно брать радиусами, а если тебе нужно, конечно, очень точно оценить, то нужно запустить какую-то такую более точную симуляцию. Вот, еще пару примеров. А, когда готовы презентацию выкинуться. Значит, немножечко расскажу о проекте. Проект называется Interwork Planner. Он, как бы, это симулятор пешеходного движения в логике пешеходов, не в логике, там, автомобилей и так далее. Соответственно, мы заложили в симулятор поведенческую модель, о которой я уже рассказывал, да, и запускаем пешеходов на карту. И, тем самым, делаем некие исследования. И, безусловно, еще раз, поскольку у нас все-таки про открытые данные, начинали мы как раз с того, что используют, пытались запустить с пешеходов по OpenStreetMap и получали совершенно неадекватную реальности картинку, потому что очень много чего не размечено, да. Поэтому пришли к выводу, что все равно нужно там пользоваться и спутником, и OpenStreetMap и вообще лучше там сходить ножками на место, там, хотя бы просто обчеркнуть это все. А если там какой-то новый проект устрел из проектировщика, соответственно, ну, уже вычерченный проект, только потом его запускать в симуляции. И, значит, что дает симулятор? Симулятор дает картину, где будут вытопаны тропы, плюс с недавнего времени он дает картину, если ты ставишь какую-то, хочешь исследовать какую-то точку притяжения, квадратами отмеченные точки притяжения пешеходов, то ты можешь построить изохром доступности всех остальных точек притяжения, ну, то, что мы видели вот здесь, да, выбирать какой-то там объект. Опять же, начинали мы с того, что боролись с тропами, но в ходе работы над симулятором мы поняли, что, на самом деле, этой штукой можно считать еще и другие вещи, в том числе изохром. Тестировали, например, готовящиеся к реконструкции парк в Петербурге, да, и мы нашли там вот пьющие такие вот косяки, когда нужно добавить какую-то тропу, работу ведущую, вот, спрямляющий путь бегущих, опаздывающих от станции метро к там, к торговому комплексу, к кинотеатру, да, то есть логично, что возникнет какой-то, и тем более, что, ну, на этапе проекта добавить эту дорожку, ну, труда не составляет, там, убрать какую-нибудь еще и, там, сделать вот эту толстую дорожку потоньше, да, чтобы вписаться в тот же бюджет. То же самое, там, вот, по поводу района. Также симулятор, да, дает, показывает такую некую тепловую карту, да, чтобы принимать решение, какую дорожку там действительно строить, а какая там, вот, все-таки, стихийная тропа не очень нужна, если там сделать, там, какую-то одну удобную, там, тут много возникает, то есть если мы сделаем вот эту вот диагональ, да, замостим там какую-то, вот эту вот, да, то, скорее всего, вот эта вот пропадет. Люди будут пользоваться все-таки, ну, мощенные дорожки, потому что по грязи никто ходить не любит. Вот. И... Минутка рекламы. С помощью вот именно компьютерной симуляции пешеходного движения, которое пока с логикой пешехода существует только у нас, мы, ну, опять же, того же, с чего мы начали, это выявление критических ошибок проектирования, чтобы у нас пешеходы все-таки ходили радостно по дорожкам, а не по газонам. Как бы практическая польза следующая, которую мы сейчас активно двигаем, это чтобы проверять проекты перед началом реализации, чтобы сэкономить в будущем бюджетные средства. Новая тема — это, вот, соответственно, точные данные от доступности. Я думаю, что это, ну, несколько повлияет на точность вообще вот различных исследований и различных проектов, и надеюсь, что получит широкое применение. Ну, и в целом, в целом, как бы наша такая вот глобальная цель — это повышение удобства пешеходной среды, чтобы все мы пешеходы, даже автомобилисты, которые бегут от парковки до магазина, были более вылетоверны своей, значит, окружающей картиной. Вот поэтому тестируйте наш симулятор и покупайте наших слонов.